Такие же заступы и проводы Вот ты тут что, ходишь, снимаешь? Ну иди сюда, покажу кое-что Добрый день, дорогие друзья, если вы помните, меня зовут Михаил Недавно только вернулся из отпуска Ну прям сегодня, с утра Вот, и говорит мне Лёха, короче, наш мастер-приёмщик Смотрите, а нам тут тачку подогнали Ещё вчера привезли, всё некогда было посмотреть Вот В общем, подозрение какое? Подозрение, что полный привод у нас отвалился к чертям Это у нас АХ-35 Честно говоря, не глянул какой год Может потом попозже скажу, когда опущу пониже Посмотрю В общем, ну приблизительно там, допустим 12-13 год где-то в этих пределах Ну и пробег, судя по внешнему виду Где-то 100-150, но тоже не посмотрел Извините, опять же Мой АХ- полный привод куда-то делся Поднял, пощупал, посмотрел Лисочки у него тут старенькие Так себе выработка большая Пыльничек у него тут, видите, рваненький Тут маслечко кидает Вот он прям полосой Ну и полный привод Да, его нет, действительно Так и есть Срезала шлицы Срезала шлицы Муфта запотевшая Муфту тоже надо перебирать Она вся, видите, в черное, в масле Вот Ну и шлицы нужно проверять То есть тут у них, сами знаете, бывает Очень частенько, что угловой редуктор выходит из строя Сейчас мы как раз и занимаемся этим вопросом Сейчас я сниму привод Промежуточный вал Достану угловой редуктор И посмотрим Только шлицы в коробке ли вышли из строя Или еще и угловой редуктор Так, ну эта картина вам вполне уже знакома Как вы видите, уже шлицов не осталось совершенно Соответственно, надо коробку снимать, разбирать Выдергивать из нее корпус дифференциала И выбрасывать его Ставить на него новый Тут схема обычная А по шлицам, конечно Сомнительно, сомнительно все произошло Ну, как бы Честно сказать Если я сейчас соберу Поставлю эту кару Ну, этот угловой редуктор С новым корпусом дифференциала Оно все будет работать Но, честно Недолго Потому что выработка тоже очень большая Как видите, вот он Начальный шлиц, как он выглядел И посмотрите, как он выглядит в середине То есть они уже очень-очень тоненькие То есть, в принципе Можно это все оставить как есть Собрать оно еще какое-то время походит Но, учитывая то, что все это происходит Обычно в зимний период То есть, ну, обрыв шлицов Почему? Потому что машина начинает буксовать То есть, чаще подключается полный привод То есть, ну, задний Задний редуктор Задний привод подключается И очень быстро их слижет И, как бы, не хочется, чтобы повредил Новый корпус Поэтому мы будем их рекомендовать К замене угловой редуктор Тем более у нас имеются восстановленные на обмен Стоимость Обменимого редуктора порядка 25 тысяч Поэтому Опять же, повторюсь Оставляем это все на осмотрение Хозяина автомобиля Ну что, дорогие друзья Согласование прошло Скажем так, успешно В общем, выбор, конечно, был не сильно большой Но, в общем, будем делать все Что мы будем делать? Мы будем сейчас снимать коробку Менять ней корпус дифференциала Несколько сальников Фильтр масляное масло Также у нас будет угловой редуктор под замену То есть мы забираем старый редуктор Владельца данного X И взамен ему даем такой же Только уже восстановленный Перебранный Ну, грубо говоря, как новый Нормальными шлицами И совсем, можно сказать, новым Также мы будем снимать муфту Перебирать ее Потому что, как вы помните, она течет И плюс ко всему Мы еще обнаружили Что у нас кидает смазку Пыльник шруза Правый внутренний Ну, естественно, мы этот привод снимали И, естественно, будет грех не поменять этот пыльничек Подробно, конечно, показывать каждый болт Который я откручиваю Смысла не вижу Потому что полным-полно видео О этих автомобилях Как они разбираются Собираются Перебираются Что в них делается Как опускается мотор И все остальное То есть Процедура довольно-таки известная Если порыться на нашем канале А он очень большой И очень информативный Можно что-нибудь найти интересно А во время просмотра этих видео Не забывайте ставить лайки И подписываться на наш канал Может сочтемся? Или, блядь? Не сочтемся Кстати 2012 год 153 тысячи пробега Я был прав Корпус у нас уже новый Видите, я уже заканчиваю его сборочку Старый, вот он Выглядит очень Не очень Новый Выглядит он красиво Процед сборки Также можно посмотреть На нашем канале Огромное количество коробок Корейского производства А6 Как они там ЛФ Не помню Что называется Все корейские коробки Приблизительно одинаковые Разговор Коробка Сборку Разборку В каждом видео Не вижу Смысл Записывать Тем более Она не такая уж Коробка почти готова Осталось Собрать И чуть-чуть подождать Пока высохнет герметик Как всегда Не забываем Менять нужные сальники Левого правого привода И внутренний сальник Промежуточного вала Также мы всегда Меняем Масляный фильтр Почему? Потому что Больше такого шанса Не предвидится В ближайшее время Поэтому Лучше сразу Его тоже Заранее приобрести И сменить Ну что осталось Залить масло Ориго Киа Геннон Парц Хундай Кстати даже на Масле терновое Эмблема Киа Обращали внимание У нас свежак Или вино красное Это больше на сироп Ну да конечно Сиропа заливаем Так и есть Пахнет Так же Заливать кстати Можно и на месте Вот так получается Ну как минимум Удобнее Раздатку Мы кстати тоже Меняем Вот она наша Восстанавленная Раздатка Отмытая С новыми шлицами Спрашивают Как они восстанавливаются Ну честно говоря Технологию производства Вживую я сам не видел Но примерно Представляю Как это делается Здесь протачивается Насаживается Прессом Втулка И потом Обваривается Примерно так Это выглядит С двух сторон Там и тут Получается Очень неплохо И это работает Может альтернатива Данной работе Замена Раздатки Целиком Цена ее Больше там Пятидесяти трех По моему Тысяч Ну точно Не могу сказать Это лучше Узнавать У наших запчастистов Но такие слухи Я слышал Ну и опять же Внутренние сальники Все новые Все внутри отмыто Зазор Минимальный Как новая Раздатка Получается Ну вот И как бы так Сейчас еще тут Шлицы помажем Колечко наденем Можно будет Все это Собирать А пока я буду Собирать Ты можешь Пообедать Забыл про тебя Наглухо А ты обедал Тут вовремя Подключился Виталик Я тут пыльничек Меняю Помните Мы тут еще С вами Сказали Что пыльничек Сдох Вот уже Ставлю новый Кстати Хотел еще Обратить внимание На то Что я уже Два раза Сказал слово Кстати Так это Смазки Почти не было То есть Уже мы вовремя Сюда подоспели Иначе было бы Очень нехорошо То как видите Ребят Я уже колеса Прикручиваю АКПП Уже на месте Угловой редуктор Мы также уже установили Масло В него залили Как вы видите Под низом У меня мисочка Я уже излишек Слил То есть 800 грамм Заливаешь И грамм 50 Еще не посливается Где-то плюс-минус 700-750 грамм В этот редуктор Влазит Вот Если Вы заметили Так же Сзади висит У нас уже Карданный вал Это говорит о том Что Муфту Заднего привода Я уже тоже снял Как вы видите Течет она Как обычно В одном и том же месте Из-под крышки Корпус не оборвало Еще Вернее стакан Еще не оторвало От чашки Поэтому нам нужно Будет ее перебрать Помыть Залить нужное количество Масла Потому что масло Вытекло И Так кстати Обезопасить ее От преждевременной Поломки У нас будет Муфта Как обычная Обычная сборка Разборка Кстати Заметьте Вот 12-й год 156 тысяч пробега 2.0 КД Гайка Завальцована Видите Даже есть Какая-то там Меточка Могут же Да Иногда могут Че не всегда делают Вот это странно А тем временем Мы продолжаем Перебирать муфту Ну че Ребят Машинка наша готова Поэтому будем Прыгать в нее Выводить Прогревать Проверять Масло Как вы помните Я залил на месте Масло в угровом редукторе Тоже Лишнее слил Муфта у нас Ровно 500 грамм Ты не ошибешься Плюс-минус 50 Ничего страшного Оу Еее Я как бы ни на что Не намекаю Но по-моему Я починил А ну-ка назад И назад тоже едет Ну что Пробежимся Быстенько по списку Да Что мы починили Коробку перебрали Корпус дифференциала Поменяли Сальники Поменяли Угловой редуктор Поменяли на Восстановленный Заднюю муфту Полностью перебрали Восстановили Все что нужно было Помыли Почистили Залили Новое масло И в принципе Как мы видим Все работает Стоимость этих работ В районе 93 тысяч Ну если что Там ребята Которые Нас все это Мониторят Они напишут В описании Точную стоимость Этых работ Зима близко Ребят Готовьтесь Если вы к зиме А то будете Буксовать На всяких Там наших Зимних Российских Дорогах К сожалению Сейчас это Недешево А так Все Спасибо всем За внимание Не забываем Ставить лайки И подписываться На нас В ютубе В инстаграме В тик токе Счастливо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому